Дорогие бельчане, уважаемые сограждане, ровно месяц назад я обратился к вам с просьбой дайте мне знать, если вы хотите, чтобы я выдвинулся кандидатом в президенты Молдовы. Я просил всех вас записывать видео, опубликовать их в социальных сетях, если вы считаете, что мне нужно идти в президенты. За этот месяц я получил десятки тысяч видеосообщений, текстовых сообщений и фотографий с хэштегами Ренат Усатый Президент, Ренат Усатый Прешиденте. Спасибо вам за доверие. Оно очень важно для меня. Больше всего сообщений, свою поддержку я получил от бельчан. Спасибо бельце. Мы собрались сегодня для того, чтобы принять важное решение. Как я уже говорил, некоторое время назад я заявил о том, что буду баллотироваться на пост президента, если только этого захочет народ Молдовы. В течение прошедших недель тысячи людей присылали мне свои видеообращения и просто послания, в которых требовали, чтобы я пошел на выборы и очистил Молдову от этой гнилой, одной из самых гнилой в мире, я даже бы сказал, системы. Я всегда говорил, что буду только слугой народа и буду занимать только ту должность, которую мне доверят граждане нашей страны. Ваша поддержка пришла из всех уголков Молдовы. Из Бричан, Окницы, Кагула, Бессарабки, Страшен, Новых Анен, Флореш-Гладиан, Рыжкан-Дроки, из родных Палешт, из Гагаузии, из нашей столицы Кишинева, а также от всех тех, которые сегодня, к сожалению, находятся вдали от своих родных и близких, от детей и родителей, от всех тех, кто находится в диаспоре. Извините, что не могу перечислить всех по отдельности и лично каждому из вас пожать руку. Всем вам огромное спасибо и низкий вам поклон. Я говорил о том, что решение о том, чтобы выдвигаться мне в президенты, не должен принимать съезд партии. У нас в стране, я когда вижу по телевизору, и это в течение 30 лет, вы же видите, каким образом выдвигались и выдвигаются кандидаты в президенты. Все сидят с умными лицами, иногда грустными, иногда суровыми, и говорят о том, что их съезд партии единогласно выдвинул в президенты. Моё личное мнение, что для того, чтобы занимать сегодня должность президента страны, или даже для того, чтобы быть кандидатом в президенты, это должность, которая должна объединять людей, вне зависимости от национальности, вне зависимости, в каком городе или селе люди живут. Поэтому я за данным решением обратился именно к людям, чтобы не партия меня выдвигала, а вы сегодня вместе с гражданами всей страны, то, что вы высказали в социальных сетях, в своих письмах мне, чтобы вы обязали национальный совет нашей партии 1 сентября, когда мы можем собираться по закону, выдвинуть меня в президенты. Я считаю, что это единственное правильное решение. Сегодня, в День независимости Республики Молдова, во имя каждого из вас, от вашего имени, я объявляю о своем участии в выборах президента Республики Молдова.